Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, вы находитесь в доме купца Антона Евграфовича Байбакова в музее купеческого быта в Епифане. Это гостиная, самая большая светлая комната в доме, здесь принимали гостей. А я обращаю ваше внимание, что есть у нас очень интересный экспонат в гостиной. Вот такой замечательный комод. Комод удобен тем, что в него можно положить различные вещи. Комоды использовались повсеместно в то время. Здесь у нас комод в стиле модерн. Чем он интересен? Ну, во-первых, модерн удобен тем, что вместительные ящики, лаконичные формы. Комод у нас восстановлен. Здесь отсутствуют ручки, которые чаще всего были латунными. Но эти ручки у нас присутствуют, к примеру, на буфете. Их тоже можно будет увидеть. В ящике клали различные вещи. В нашем комоде здесь присутствует подборка столовых ножей. А здесь, к примеру, бальные перчатки. Удивительно, то есть вещи и посуда. Но на самом деле перчатки могли быть подарком. И подарок мама, конечно, спрятала от ребенка в ящик комода. Комод здесь находится не просто так. Его нам подарила Филина Людмила Михайловна. Она родственница Зинаиды Пучковой, чей похвальный лист можем с вами видеть над комодом. Зинаида Пучкова закончила Епифанскую гимназию в 1913 году. Фото Зинаиды Пучковой мы также с вами сможем увидеть в экспозиции. Комод этот находился у Пучковых с 1892 года. Интересен он тем, что он был частью приданного Веры Дмитриевны Нарышкиной, купеческой дочери из города Ефремова. Выходила она замуж за купца Епифанского Александра Николаевича Пучкова. И комод ехал в обозе в Епифане. Но, к сожалению, обоз разграбили. Было там пять подвод, оказалось только три. Но вот комод уцелел. Внучка Зинаиды Пучковой, Людмила Михайловна, передала нам вот этот замечательный комод. То есть он как бы находится практически в своем родном доме. С этим комодом также она передала нам скатерти, которые можно будет увидеть в одном из ящиков, и крестильную рубашку. Очень редкая вещь. Она находится у нас в детской комнате, в детской кроватке. Интересна она тем, что в этой рубашке крестили детей все Пучковы. И эту рубашку с трепетом передавала нам Людмила Михайловна. То есть она говорила, что даже в этой рубашке крестили ее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова